всем привет сергей с флоридой сижу на велотренажере педали кручу и хочу три минуточки видео сделать про майка менсера особенно это для меня интересно в том плане что пару дней назад я в общем-то начал перестроил тренировки свои с учетом его как бы идей а он был ну во-первых майк менсер был очень известным бодибилдером времен арнольда шварценеггера вот и считается что он был бы мистер олимпия 80 году если бы шварценеггер по блату не получила это звание потому что в 80 году шварценеггер вышел по моему то ли 5 6 раз после пятилетнего перерыва к тому времени он уже был известным кино актером и общем ему по блату там сделали мистер олимпия и менсер очень в этом плане как бы переживала считал это несправедливым и колоссальное количество бодибилдеров считают считала что это неправильно было сделано и вот этот майк он пропагандировал тренировки с высокой интенсивностью при которых причем он заявлял что чуть ли не два часа в неделю тренировок достаточно при правильных тренировках высокой интенсивность по его мнению означало работу с очень высокими весами и с очень маленькими перерывами между подходами то есть именно так на крайних на крайних режимах и вот пару дней назад я изменил свои тренировки как бы в какой-то степени с учетом его идей ну почему в какой-то степени потому что раньше я делал ежедневно по одному подходу 20 раз на каждую на каждую мышцу то есть идея моя заключалась в том что я не гонюсь за ростом мышечной массы а я делаю это для здоровья вот вот поэтому я как бы объяснял вот такую вот такую вот тренировку вот что касается именно его идеи то есть я перья перед немножечко перед переделал тренировки и общем то я доволен результатом пару дней назад что именно я начал делать я начал делать каждый подход не определенное количество раз а каждый подход до боли то есть боль сама по себе плюс никакой не дает она просто является показателем стопроцентного выполнения подхода то есть если до боли докачал значит поставь себе галочку скажи что молодец этот подход сделал на сто процентов то есть я по-прежнему делаю один подход но я делаю до боли каким образом быстрее добраться до этого болевого рубежа можно тормозить движение на середине и просто держать какое-то время либо делать маленькую амплитуду где-то в середине движения вот и сделая так позавчера я сделал половину мышц именно вот по такой вот системе то есть до боли и вчера я сделал вторую половину мышц сегодня третий день и у меня такое чувство что я хорошо прокачался последние пару дней и сегодня я вообще на качаться не буду потому что вот только на велосипед залез чтобы так проснуться немножко прошевелиться и поставить себе галочку за утреннюю тренировку вот такие вот дела при этом при этом переключение моем я еще и достаточно большую экономию времени как бы получаю потому что смотрите как получается если раньше я делал один подход 20 раз то сейчас я делаю по условно будем считать 30 раз до боли вот там немножко по-другому в общем условно вот так вот можно считать 30 раз до боли то есть я понедельник сделал половину упражнений во вторник вторую половину упражнений сегодня точнее первый день второй день я сделал сегодня третий день я вообще не качаться не буду потому что все мышцы я чувствую что они прокачаны хорошо за предыдущие первые два дня то есть ну не знаю по времени получается раза наверное в три меньше кача и с большими результатами потому что если я чувствую что я на третий день такой вот прокачан все мышцы в таком прокачанном состоянии то это значит что они будут расти плюс еще пару дней назад я увеличил начал свое питание взвешивать и записывать на весах давно уже пора потому что все качки так делают вот и достаточно серьезные люди которые питанием занимаются правильным вот и количество белка я увеличил в сутки порядка двухсот пятидесяти до трехсот приблизительно там вот и это тоже это во-первых дало уменьшение аппетита то есть просто меньше хочется есть это достаточно известная теория потому что я об этом много раз рассказывал что люди имеют избыточный вес из-за того что у них дефицит по по приему белка в течение суток и организм дает не может дать сигнал хоть нужен белок нужен белок хочу белка он дает сигнал хочу жрать понимаете и люди не понимают этого сигнала организма и съедают больше чем надо и за счет этого жиреют ну и соответственно умирает на 10-20 лет раньше то есть при увеличении количества белка просто будет резко падать аппетит а если правильнее сказать то он будет нормализовываться то есть он просто станет нормальным и уровень жира я надеюсь достичь 10 процентов что является идеальным вот такие вот дела так что ребята если кто-то хочет заниматься здоровьем и подкачаться то вам совершенно не нужно тратить большое количество времени для того чтобы добиться прогресса наверное можно в день пять минут качаться и получить достаточно хороший результат именно вот по теории вот это майка мед менцера менцера никак не могу правильно произнести его фамилия на это у меня все желаю всем удачи а ну под конец еще хочу одну темочку такую крутнуть хоть которая хотя бы вроде как бы мало поцеде мало связано с вот этой темой про про майка менцера дело в том что 95 процентов людей о здоровье не заботятся вообще и рано или поздно приходит такой момент когда человек начинает жалеть об этом понимаете то есть представьте человек в каком-то возрасте там за 60 70 80 90 лет лежит в кровати больничной там помирает и думает почему же такой всякой дурак вот всю жизнь там не пытался правильно не занимался физкультурой и теперь я вижу и умираю понимаете и таких людей 95 процентов ну это конечно же неправильная позиция и очень глупо помирать на 20 лет раньше своего времени вот а я пропагандировал зож 2018 года и видео по здоровью с восемнадцатого года я постал с этого я и начал вообще на ютьюбе заниматься вот этими видео вот и все но майк менцер кроме того что он конечно он хорошие вот эти вот идеи толкал кстати они не такие уже новые я много-много лет назад знал что каждый подход нужно до боли делать вот просто я посмотрел эти видео про майка менцера и это мне как-то напомнило вот майк менцер был в какой-то степени анекдотической фигурой потому что он умер возраста возрасте 49 лет и какие бы теории он не толкал о качание можно всегда сказать что майк менцер предположительно стероида в себе накачивал два раза больше арнольда шварценеггера потому что арнольда сейчас за 70 а менцер умер 49 то есть чисто по сроку жизни можно уже сказать что у менцер на она больше стероида применял и всякой всякой гадости в те времена на это у меня все так что ребята занимайтесь здоровьем потому что это важнее денег и важнее машины важнее домов и вообще важнее всего что есть а стив джабс когда рак получил возрасте 57 лет произнес такую речь что вот деньги а у него было 7 миллиардов на тот момент он произнес такую речь что вот деньги не имеет никакого значения а вот здоровье это супер важно и это у всех его речь вызывает колоссальное уважение его хвалят за эту речь а я вот это вот слушаю думаю какой придурок ему что потребовалось даже до 57 лет и заболеть раком для того чтобы понять вот такие вот совершенно с моей точки зрения элементарные вещи понимаете что здоровье это важно что деньги это менее важны вот то есть раньше он этого не понимала потом кстати он всю жизнь наркотики употреблял о чем он и сам рассказывал все пока бой